Всем привет! Осень, работ 8. И сегодня расскажу, как убрать позднеспелую капусту, как ее сохранить до нового урожая. Итак, поехали! Наверняка наши постоянные зрители знают, что я очень люблю выращивать капусту. Ежегодно высаживаю большое количество разнообразных сортов и видов этой культуры. Например, брокколи, цветную капусту я уже давно убрал, а также раннеспелую капусту. Но сейчас у меня на грядке порядка 300 кочанов позднеспелой и среднеспелой капусты. Есть также краснокочанная капуста, белокочанная капуста средних и поздних сортов. Мой любимый сорт это белорусская 85. Очень хороший сорт, урожайный. Кочаны очень плотные, хрустящие и отлично хранятся до самой весны. А еще этот сорт очень устойчив к различным заболеваниям. Поэтому, если кто не высаживает, рекомендую приобрести вот этот сорт. Краснокочанная капуста, к сожалению, забыл название сорта, но тем не менее порадовала урожаем. Да и в принципе все сорта в этом году, несмотря на засушливое лето, повырастали отличными. Отдельно кочаны весом до 10-12 килограмм. И сейчас осень и скоро нужно убирать весь урожай. Как же определить сроки готовности вот этой позднеспелой капусты? Капусту, как правило, я убираю после первых заморозков. Именно после первых морозов капуста накапливает сахара. Кочанчики становятся очень сладкими, хрустящими. И мороз никак негативно не влияет на их дальнейшее хранение. Поэтому, когда прошли первые заморозки, приступаю к уборке урожая. Обратите внимание на краснокочанную капусту. Как я и говорил, сорт я не помню, что это. Но у всех сортов этой культуры, краснокочанной капусты, я ее высаживал и в прошлые годы, очень плотные восковые листья. И эти листья не дают распространяться вредителям. Вредители различной гусеницы эту капусту практически не поражают. Так же, как и крестоцветная бложка. Поэтому, если у вас на участке неблагоприятной ситуации очень много различных вот этих вредителей капустных, крестоцветных, то высаживайте краснокочанную капусту, и она будет расти абсолютно здоровой, причем без всяких обработок химией. Смотрите, какой огроменный кочан. Это килотом, сорт называется. Он отлично подходит и для квашения, и для хранения. Значит, ну все-таки для хранения я выбираю кочанщики чуть поменьше. Потому что такие огромные кочаны, потом, ну не знаю, что с ними делать. Зимой разрезать на несколько частей. Может быть, квасить, но лучше поменьше. Сразу привез, сделал щи какие-то, там голубцы и так далее. Ну, быстрее расходится урожай. А вот такие огромные кочаны я все же предпочитаю квасить, делать квашеную капусту. Шинкую ее и потом в банке раскладываю, ну, как обычный рецепт. И, кстати, в прошлые годы я делал ролики, как я ставлю квашеную капусту. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Есть там, кстати, и очень классный рецепт, как я ставлю капусту целыми кочанами. Прямо в бочку засыпают целыми кочанами. Заливаю соляным раствором, добавляю немножко туда яблок, чтобы процесс квашения быстрее шел. И к весне получаются соленые, вот такие квашеные кочаны, очень вкусные и ароматные. Кому надо, можете зайти, поискать на канале этот ролик и посмотреть. Для длительного хранения все же лучше выбирать небольшие кочаны и очень плотные, позднеспелых сортов. Например, белорусская 85, хотя это и среднеспелый сорт, но почему-то он отлично хранится. А еще есть у меня такой сорт, называется каменная голова. Вот этот сорт капусты имеет очень плотные кочаны и они хранятся реально вплоть до нового урожая. Целый год могут храниться в погребе, либо затем в холодильнике. Очень-очень плотные, твердые кочаны. Единственный, пожалуй, минус этого сорта, что при квашении капуста всегда получается твердоватой. Все-таки вот этот сорт предназначен больше для термической обработки. Вот эту капусту лучше тушить, делать какие-то рагу из нее, тогда капуста нормально. А для квашения немножко твердоватая. Но, как я говорю, для длительного хранения просто отличный сорт. Вот. Значит, выбираю вот такие плотные кочанчики и как я их храню. Смотрите, когда мы срезали кочан, он влажный, много росы, сейчас идут дожди, макроватый. Все-таки сразу же на хранение его отправлять не нужно. Надо, чтобы хотя бы верхние вот эти листья немного просохли. Значит, положите где-то в сухом помещении, чтобы кочанчик просох. Либо, если хорошая погода, можно и на улице, чтобы немножко солнышком, ветром все это обвеялось. Затем берем бумагу. Затем берем бумагу. Извините, у меня бумаги сейчас под рукой нету. Газету использую. Просто, чтобы показать наглядно. Оборачиваю кочан вот так вот бумагой. Значит, так. Оборачиваю плотненько. Вот. Вот так вот. И помещаю в пакет. Пакет. Большоватый пакет, но ничего. Значит, и пакетик плотненько-плотненько вот так вот завязываю. Все. И вот так уже можно помещать на хранение в покреб. Почему именно так запаковывается? Не просто в пакет. Во-первых, бумага будет впитывать излишнюю влагу. Не давать кочану загнивать. А пакет не будет давать проникать влаге на кочан. Потому что в погребе хранятся корнеплоды, различные картофель, морковь, свекла. И там повышенная влажность. А если вот так упаковать кочанчик, он не будет загнивать. Будет отлично храниться до самой весны. Зимой, когда вам нужно, вы приезжаете на дачу, залазите в погреб и берете себе кончанчики свежие из погреба. Но это один из способов хранения. Есть также и другие способы. Сейчас я также о них расскажу. Есть еще один способ хранения. Он, пожалуй, такой древний. Когда-то бабушки в деревнях так хранили урожай капусты. Ну и в принципе урожай сохранялся отлично. Значит, как это делали? Берем, выбираем плотный хороший качанчик. Снимаем вот эти верхние листья. Обламываем их просто. И получается качанчик на ножке. Значит, кочерыжку мы не срезаем, а берем и вот так вот вырываем с корнем. Вот, качан на кочерыжке. Затем вот здесь сцепляем веревочку и в погребе подвешиваем качанчики вот так к потолку. И всю зиму они висят, хранятся таким образом. Затем, когда нужно, заносим качанчик в дом, отрезаем кочерыжку. Ну и используем по назначению. Кстати, качан, как и в первом способе, вот сам качан можно обернуть опять же газетой и пленкой, чтобы он, ну, не так на него попадала влага и он не загнивал. И вот развешанные качаны хранятся до весны. Но бывает так, что не у всех дачников есть погреба. И капусту хранить, казалось бы, негде. Но на самом деле капусту можно завернуть таким же способом в пленку и хранить на балконе. Даже когда на улице будут небольшие морозы, а на балконе, в принципе, балкон промерзает только когда очень сильные морозы на улице. И, в принципе, если вот на балконе у вас даже будет минус 5, то капуста нормально будет храниться. Она будет подмерзать немножко, но она не испортится. Будет отлично храниться. Главное замотать ее вот в этот стрейч, чтобы не попадала влага. А на балконе, конечно, там влаги может быть и немного, но тогда качаны могут усыхать. И вот эта вот пленка будет препятствовать усыханию качанчиков. Значит, теперь еще один момент. Смотрите, у меня вот здесь торчит качерыжка. Их можно выбросить, в компост куда-то поместить, сжечь потом, когда они высохнут. Но вот, например, я оставил вот эту качерыжку. Для чего я оставляю? Вот здесь у меня рос сорт белорусская 85. И я хочу в следующем году собрать свои семена. Качанчик я срезаю. Можно оставить при желании. И вот обратите внимание, уже просыпаются спящие почки в пазухах листьев. Значит, эту качерыжку я вырву с корнем и поставлю в ведро с песком. Засыплю вот так вот до половины примерно песком. И на хранение отправлю в погреб. Следующей весной я эту качерыжку высажу в грядку подготовленную. Из этих почек пойдут цветоносы. Капуста зацветет, образуются стручки с семенами. Затем я соберу семена. И у меня будет собственный семенной материал для посадки рассады. Довольно простой способ. Раньше все в деревнях так делали. Выращивали собственные семена. Потому что в магазинах сейчас очень часто пересорт. Семена стоят недешево. Если раньше в упаковке семян было целая горсть семян, можно было насеять целую гряду огроменную капусту, то сейчас 5-10 семян. И схожить не всегда бывает хорошей. Поэтому свои семена актуальны до сих пор. Капуста в этом году у меня уродила. Надеюсь, что урожай и у вас получился отличным. На этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok